Никого нет. И так теперь во всем Нячанге. Туристам сюда въезд запрещен. У Юлии и Дениса туристическая виза на три месяца. С ней во Вьетнаме можно жить и работать. У пары здесь свой бизнес – школа серфинга. Из-за коронавируса отток клиентов начался гораздо раньше, чем закончился сезон. Вулны есть до конца марта. Туристы стали исчезать еще в феврале. И те, кто уже занимался, отвечали мне, что они уже уезжают. А те, кто должен был вот-вот приехать, начали писать мне, что они не приедут, что тут не улетелись. И вот в этот момент до меня наконец дошло, что все, что клиентов не будет. К счастью, до конца сезона оставалось не так много времени. Сейчас супруги приводят в порядок оборудование, восстанавливают доски и костюмы после сезона, занимаются документами и строят планы развития. Работы много, но делать ее можно только дома. Раньше здесь велась стройка дороги, но из-за того, что пришел вирус с сегодняшнего дня, страна на карантине, и поэтому работников распустили. Мы сейчас находимся на домашней самоизоляции. Мы приняли это решение еще до того, как, видно, пришел карантин официально строгий. Мы приняли решение, что мы будем лучше сидеть дома, не будем велькать, не будем лишний раз привлекать к себе внимание, потому что мы прекрасно понимаем вьетнамцев, они напуганы тем, что вирус пришел из Европы. Сейчас в Нячанге режим строгой изоляции. Закрыты все туристические улицы и даже пляжи. Выходить можно исключительно в масках. И то, либо за продуктами, либо выгулить собаку. Здесь полка первой помощи, антисептики, салфетки, все по вполне нормальным ценам. Все люди в масках. На входе измерили температуру. Но нарушители режима, как и везде, есть. Беззакония творится, без масок. Байки побросали, и тут оздоравливаются. Юлия и Денис переехали жить во Вьетнам полгода назад. И после того, как карантин закончится, уезжать не планируют. Надеются, что к сентябрю, именно тогда вновь появляются волны, все придет в норму. А пока уверена, что Нячанг – это не самое плохое место, где можно переждать пандемию. Дарья Демиллер. День с толком. Из дома.